Рабочий день подходит к концу. Родители с детворой спешат по домам. А вот сотрудники порядка на дорогах и не думают расслабляться. Патрульная машина притаилась в районе одного из детских садов. Полицейские задают родителям-автомобилистам единственный вопрос. А как вы перевозите детей? Добрый день. Разрешите ваши документы посмотреть? У нас сегодня проводится профилактический день по перевозке детей. На месте оказывается масса тех, кого можно штрафовать за неправильный переход дороги. А вот удерживающее устройство в машинах есть у большинства. Но оказывается, что родители порой неверно перевозят детей, забывая, как должен располагаться ремень безопасности. Должен проходить у вас по грудной клетке, по трем точкам. То есть резкое торможение, послушайте, вот ребенок зафиксирован, а поясной. То есть ребенок полетит у вас о сиденье и получит, соответственно, травму. Сегодня впервые столкнулась, что сколько раз останавливали. Ну, как бы здесь не предусмотрено так, чтобы пристегивать еще и через плечо. Ну, а младшего ребенка всегда в кресле вожем. Инна Тищенко – многодетная мать. В ее машине сразу два детских кресла. Старшая дочь уже доросла до езды на переднем сиденье. А мальчишки в считанные секунды оказываются закованными в удерживающее устройство. С самого раннего детства для них в семье действует строгое правило. Они сами уже знают, что им нужно пристегнуться. И даже если вдруг сажусь, ну, вот, знаете, сел быстро, поехал, Ярослав мне все, говорит, э, мама, ты забыла меня пристегнуть. Здоровье, жизнь детей, мне кажется, секундное дело пристегнуть вообще не должно составлять даже никаких проблем. Минутное дело пристегнуть ремнем безопасности ребенка игнорируют многие. Такая обеспеченность может привести не только к травме малыша, но и к непоправимой трагедии. За этот год сотрудники госавтоинспекции отмечают рост травматизма среди детей-пассажиров. С начала текущего года на территории Уссурийского городского округа зарегистрировано уже 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16-летнего возраста, где 19 детей получили травмы различной степени тяжести. И, к сожалению, одно закончилось трагически. Погибла девочка семимесячная, которая передвигалась в автомобиле в качестве пассажира. Ребенок в машине без специального кресла – это еще и повод для штрафов. В 3000 обойдется автовладельцу игнорирование правил. Кстати, буквально на прошлой неделе случилось три аварии, в каждой из которых пострадали сразу по двое детей.